Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Актёры-красавчики, которые отмечают 35-летие в 2022 году. Творческий путь этих актёров начался не так давно. Тем не менее, эти молодые актёры уже добились определённого успеха. И в свои 35 лет в разной степени они известны широкой аудитории зрителей, а также популярны и любимы. Алексей Демидов. Это сейчас Алексей высокий красавец и успешный актёр. А после 9 класса его не приняли в Нижегородское театральное училище. Из-за маленького роста и картавости он погрузился в спорт и занятия с логопедом, переделав себя полностью. Алексей окончил желанное училище, а затем он поступил в СПБ ГАТИ, но после первого семестра забрал документы и поехал в Москву. Он стал актёром в театре на Таганке и начал сниматься в кино. Всего у этого актёра в кинокопилке целых 107 работ в кино. Самые популярные из его работ – это «Чужой среди своих», «Большое небо», «Последний рубеж» и другие. Алексей счастлив браке уже 11 лет. Его супруга Елена никак не связана с миром кино или с миром искусства. Супруги пережили потерю первой своей дочери Софи. К счастью, рождение дочери Анастасии не заставило себя долго ждать. Сейчас девочке 9 лет, а затем родилась ещё одна дочь – Есения. Сейчас ей 3 года. Владимир Верёвочкин. Владимир родился в Иркуте. В 6 лет их семья переехала в Новомосковск Тульской области. Владимир рос хулиганом и в старших классах увлёкся брейк-данцем. После школы он поступил в техникум, но учёба мешала занятиям танцами. Владимир без сожаления её оставил. После победы на фестивале Владимир с коллективом приехал в столицу. Они танцевали на Арбате, но через 2 года их пути разошлись. Владимир продолжил танцевать один, и однажды его пригласили в сериал на небольшую эпизодическую роль. А затем он оказался в спектакле, в театре. Действие на сцене так его потрясло, что он твёрдо для себя решил, что станет дальнейшим актёром. И он стал студентом ГИТИСа с третьей попытки. В 2014 году, получив диплом, он не стал связывать себя театром, а сосредоточился на карьере в кино. В его фильмографии пока 37 работ, но он молод, и ещё у него всё впереди. Самые популярные картины с его участием этот «Метод» Михайлова, «Братья», «Игра на вышивание» и другие. Личная жизнь. Владимир женат на актрисе Кристине Александровой. Они воспитывают сына. Грёстным отцом их сына стал актёр Дмитрий Певцов. Павел Прилучный. Отец Павла был профессиональным боксёром. Его не стало, когда Павлу было всего 13 лет. Павел – средний ребёнок в семье. У него есть брат и сестра. Павел с детства занимался хореографией, боксом и вокалом. После смерти папы он уехал в Россию один. Город Бернск Новосибирской области. 14 лет он стал КМС России, но к этому времени у него уже было 10 сотрясений мозга, и ему пришлось уйти из спорта. Павел поступил в Новосибирское хореографическое училище, но из-за проблем с деньгами учёбу пришлось оставить. В 2005 году Павел окончил Новосибирское театральное училище, а через 5 лет – режиссёрский факультет ГИТИСа. Так получилось, что в кино Павел играет в основном главные роли. В его фильмографии 65 работ в кино. Самые популярные с его участием – это «Девятаев», «В клетке», «Мажор» и другие. Павел был женат на актрисе Агата Муценеце, но после 9 лет брака они расстались. У них двое детей – сын и дочь. Сыну Тимофею 9 лет, а дочери Мии 6 лет. Сергей Марин. Сергей родился в небольшом селе Дубровки, Пензенской области. После школы он поступил в Пензенское училище культуры, но через 2 года решил поступать в театральный в столице. В 2010 году он окончил актёрский факультет в ГИКО. Сниматься в кино начал сразу после получения диплома и сразу с главной роли – в картине «Байкер». У этого актёра пока 40 работ в кино. Самые популярные из них – это Душегубы, крепость Бадабер, начальник разведки и другие. А вот свою личную жизнь Сергей держит ото всех в тайне. И неизвестно, женат он или нет, и если дети. Семён Шкаликов. Семён родился в Москве в семье актёров. Его отец Сергей Шкаликов, а мама – Галина Чурилова. Он рос в общежитии Табакерки, а детство проходило за кулисами театра. Никем, кроме артиста, Семён в жизни себя не видел. Он ходил на подготовительные курсы школы-студии МХАТ, но поступил в Щукинское театральное училище, которое успешно окончил в 2009 году. Он стал актёром Ленкома. На его сцену он выходит уже 13 лет. Фильмография Семёна началась в 16 лет, с небольшой роли в картине «Полосатое лето». Всего у Семёна 26 работ в кино. Самые известные из них – «Департамент», «Парфюмерша», «Шифр-2» и другие. У Семёна было несколько бурных романов, которые обсуждались в СМИ. Сейчас актёр состыд в отношениях с актрисой Дарьей Макаровой. Всем большое спасибо за внимание. Пишите своё мнение в комментариях, кто из этих красавцев-актеров больше всего вам нравится. Всем желаю всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok